Я часто читаю о том, что вот ого-го, какие были мастера, а сейчас вот пишут, может, не так, как хотелось бы. Я думаю, это всегда бывает так. Бывают люди, которые пишут прекрасно, бывают люди, которые пишут проще. В общем, всё это нужно, всё это из жизни, и литература должна быть разной. Кем я еду? Я еду человеком, который пишет, как умеет. Я бесконечно благодарна своим читателям, которые меня читают. Я буду бесконечно благодарна, если и французы будут меня читать. У меня, естественно, очень тёплые отношения ко Франции и к французам. Мне бы хотелось не подвести доверие читателя любого. Я всё-таки русский писатель, потому что пишу я на русском. Все попытки писать на армянском у меня, к сожалению, провалились, хотя я училась в армянской школе. Мне кажется, каждому человеку дано писать на каком-то одном языке. В общем, не все на боковы, к сожалению. Поэтому мне дано писать на русском, как умею. Фолкнер и Маркес. Сто лет одиночества. Я, в общем, человек, рождённый в советское время. Я армянка, пишущая на русском. Спросите меня, кем я себя ощущаю, я не знаю до сих пор, кем я себя ощущаю. Меня смешно называют русско-пишущим писателем армянского происхождения. Мне кажется, мы все немножко вот такие, немножко неопределившиеся. И литература у нас, наверное, на сегодняшний день немножко такая. Но это тоже прекрасно. Почему нет? Субтитры создавал DimaTorzok